Как можно было, казалось бы, абсолютно нелогически в каких-то загадках увидеть реально рациональное решение? Я вообще не понимаю. Чпойник! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в очередную серию прохождения Кена Bridge of Spirits. Сидим с вами, значит, в такой прекрасной кампании, в ожидании очень жёсткого замеса. Я решил, короче, поменять уровень сложности, потому что реально как-то хардово это всё выглядит, и, ну, прежде всего, эта игра, как ты понимаешь, она не про задротство, она про атмосферу, она про сюжет, она про какие-то красивые виды, с которыми мы с тобой можем встретиться, а перепроходить там каких-то боссов или файты по несколько раз, это дело такое себе. Вот, поэтому здорово, пацаны, сейчас мы вас будем испепелять. Тихо! Вот видишь, это лёгкий уровень сложности, он, блин, у моего лука даже, это, как сказать? Ой-ой-ой-ой, ни хрена себе, ни хрена себе ты придумал, ни хрена себе ты придумал. Давай немножко пацанами отключём его. Во, нормально, пацаны, бейте, бейте эту дурачка. Хорошо. Вот таких чуваков наши пацаны отвлекают вообще на изи. А то что ты их списал после того босса, а оказывается, они очень даже полезны. Так, здорово. А, так это ты, что ли, саму насылаешь? Походу, да. Или они сами появляются? Нет, то, скорее всего, в нас просто пулялся чем-то. Тихо. Так, ага-ага-ага, щитом. До свидания. Музяка, музяка, музяка. Так. Ты тоже иди сюда. Голубчик сладенький. Так, отлично. Хорошо. Вот это другое дело, вот это нормально, такое мне нравится. Так, а лук может их пробить? Сейчас главное с моста тоже не свалиться Потому что Это очень даже возможно О, подожди, а издалека обстреливать мы его можем? Это же тоже на самом-то деле имба Просто не подпуская его к себе Так, чего ты там боишься? До свидания Все, смотри, стой там Все, он бесполезный А, нет, полезный, полезный, полезный Хотя тоже бесполезный Пацаны выручают Красиво. О, другое дело. Другое дело. Просто на изи с ними расправились. И это не только потому, что мы уровень сложности поменяли. Ещё и потому, что мы с тобой теперь профессионалы. Подожди, а как мы пацанов туда их... Охренеть. Если бы сейчас всё надо было заново делать, я бы очень сильно сгорел. Окей, повезло. Так, применить тлен. Применить тлен. Кстати, по-моему, в любом случае пришлось бы это делать, потому что он у нас ещё не накопился. То есть я изначально подошёл. Мы с тобой его применили как раз-таки вот на этого гигантского деревянного чувака. А для того, чтобы цветок активировать, тоже же нужен тлен. Нужна эта манна. Соответственно, хорошо, что мы свалились и перезарядились. Эти ручьи берут начало от исстающих снегов вокруг горного храма. Эти воды священны. Понятно. Окей, так. И что нам ещё осталось активировать? Вот эти вот два храма, соответственно, они у нас находятся где-то там. Так, я смогу сейчас спрыгнуть? Смогу, почему бы и нет. Хорошо. И давай теперь сейчас фига ты у нас телепортируешься и там и тут показывают. Соответственно, сейчас нужно понять, как мы с тобой сможем собраться вон туда, походу. Хм, вопрос интересный. Так, сохраняшечка. Сохраняшечка идёт. Вот здесь, я думаю, придётся попаркурить слегка. Упачки. В принципе, мы с тобой видим дорогу, не видим препятствий. Идём прямо. И находим в итоге тот самый уровень, который нам и нужен. Точнее, не уровень, а локацию. Да. Мне кажется, я мыслю очень даже здраво. Потому что здесь мы с тобой ещё не были. Тут у нас какие-то ворота. Чувак, ты пояснился. Здорово, здорово. Всё, сейчас нам тоже снова что-то расскажет. Говорите. Пожар выжиг ствол дерева хранителя. Но оно всё ещё живо. Его корни уходят глубоко в землю и соединяют его с древними храмами. Очисти храмы, и дверь откроется. Ага. Очисти храмы, и дверь откроется. Хорошо. То есть вот сюда, по итогу, мы с тобой должны прийти, сделать вот так. И вот как раз-таки два храма осталось. Они все загорятся, и ворота у нас активизируются. Хорошо, без проблем. Я как раз-таки, на самом деле, туда и направлялась. Ага, один у нас сразу слева. Где-то вон там. Сможем залезть? Не сможем. А если обойти? Так, сейчас главное аккуратно никуда не свалиться. Горжочек давай с тобой тоже активизируем, раз уж мы здесь. Так. 650 кристаллов. Вы, наверное, их не видите, потому что они за вебкой. Вот. Но, так как это нужно исключительно для... Кстати. А я же совсем забыл про улучшения. У нас их с тобой 435. Офигеть. Чуть мы и не улучшались. Нажмите R при натягивании лука, чтобы ненадолго замедлить время. Ну, в принципе, у нас пока что есть замедлялка, поэтому пофиг. Контр парирование вообще имба. После парирования нажмите РБ, чтобы провести вращающуюся атаку. После парирования нажмите РБ. Вот это нужно. Вот это мы с тобой открываем 100%. При спринте нажмите РБ, чтобы провести быструю размашистую атаку. Тоже нужно. Новые приемчики, скиллы, это вообще имба. Вот. И остается у нас 235. 235 можем прокачать здесь. Мощная атака в спринте. При спринте нажмите РТ, чтобы провести мощную атаку ударом сверху вниз. Тоже хорошее, кстати. И 135. Здесь у нас не хватает немножко. Окей, будем копить. Все, прокачали нашу Кену, вообще нормально. Так, что у вас здесь? Это как-то должны мы с тобой активировать? Ну, судя по цветку, да. Так, я слышал там звук воды. А, это же пацаны плывут, окей. Где же эту штуку можно здесь найти? Я про голубой камень, который нужно поставить. И, конечно же, кнопку. А, нам реально наверх? Ну, типа, наверное, один цветок вот. А другой вон. И, соответственно, все это мы с тобой должны активировать. Угу. Ну, допустим. Так, у нас какая-то запретная зона. Тропа ведет к фонарной пещере. В ней должна быть реликвия. Но нам потребуется огромная сила, чтобы пробиться внутрь. Огромная сила по типу силы дерева? Я надеюсь. Что, типа, это мы с тобой должны выполнить просто чуть попозже. Так, ну давай попробуем здесь зайти. Я вон вижу, можно как-то паркурить. Ой, нормально. А, у нас, типа, цветок закрыт, поэтому не работает. Так, стоп, а как его открыть? Нужно по очереди, да? По очереди куда-то присасываться. Ммм. Так, а если он закрыт, что с этим делать? На пенек я могу залететь? Там, вон, я вижу, что-то светится. Но как его сюда приманить, я пока что не очень буду. А на икс могу? Или как-то стрельнуть. Не работает. Пипец. Вот тебе и квест. Квест заключается в том, что ты должен найти дорогу до храма. Которую, по факту, нужно освободить. Так. Ой, фига себе, мы ушли. Нет, точно не туда. Возвращаемся. Возвращаемся и придумываем, как же нам залезть наверх. Вон еще цветок. Но он тоже закрыт. Может, все по порядку делать? Типа, вначале вот эту вот зону очистить? Я еще реально не понимаю. Вот есть эти алмазики-бриллиантики. О, кстати, там что-то пошло. Смотри-ка, связь какая-то есть. Я слышал звук. Соответственно, возможно, и... Мы с тобой сможем активировать здесь что-то. Правда, пока что я не понимаю, как это сделать. Как цветок-то этот, блин, открыть? Вопрос хороший. Стрелять по всем этим штукам тоже не варик. Мы пытались, оно не работает. Сундук. Открыть. Сейчас снова будет какой-то квест, да? Брось бы сундук. Ой, ну с этими чуваками нам, кстати, попроще будет. Это не по совее звука стрелять на джойстике. Ага. О, нифига! А ты прям мощный. Так, в глаз ему надо. Ага. Да. Подстава. Сейчас была подстава. Так, с этим тоже надо разобраться побыстрее. И убегаем, убегаем, убегаем. А, подождись. Нужно со всеми расправиться? Ой. А я так не успею. 7 секунд. Просто спамим. Максимально спамим. Успели. За 2 секунды охренеть. Так. Допустим. Я не знаю, зачем мне эти кристаллы, потому что по факту для прокачки нужны абсолютно другие ресурсы. Ой, новая шляпа. Нормально. Берем. Таро. Доступна новая шляпа для тленышей. Шляпа Таро. Офигеть. А Таро не будет против? Что мы его шляпу тленышам отдаем. Но все же. Как мне добраться до места, которое я должен очистить? Оно наверху, на дереве. Как на него залезть? Очень странно. Очень странно. Я слышу звук активации вот этих вот кристаллов. Синеньких, голубеньких. Но очевидно, что они ничего не делают. Потому что это не работает. Интересно. А! 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 Может мы должны их все зажечь таким образом? Я только сейчас увидел, что... Над ними огонь загорается. Да! Походу. Тихо. Кто помнишь моляет? Ой, здрасте. Ой, здрасте. Сова. А я могу в воздухе по ней стрелять, нет? Точнее, не стрелять, а именно бить. Ля, а чё ты появилась-то здесь? Нифига мы с тобой в своем уме. Может я не заметил какой-то другой кристалл? Раз, два, три, четыре. Снова сова. Что это значит? Почему так много загадок и так мало ответов? По лойке завалили сову, все, открывайся, цветок. Но он этого не делает. Ничего не понимаю. Стоп. А вот поэтому мы стреляли? По-моему, да. Раз. Два. Три. Да, стреляли. И снова появляется сова. И этот цветок закрыт. Давай просто, может, дерево обойдем? Ля, да, отстаньте. Тихо. Нифига себе ты жесткая. Всё, испугалась? Ну и вали. Давай попробуем дерево обойти. А, да ладно? Чё раньше-то не сказали? Охренеть. Так, и теперь таким образом мы с тобой должны залезть наверх. Без проблем. Или всё-таки с проблемами? Нет. Или да. Почему? Оно не работает. Так, ну ещё немножко кристаллов возьмём. В принципе, не помешает. Как я должен дальше прыгать? Кто-нибудь знает? Блин, это не... Опа. Это что? А, это просто кристаллы. Это неправильно. В игре всё должно быть интуитивно. То ли мой уровень IQ такой низкий, то ли игра сделана неправильно. Ну, конкретно в этом плане, в плане уровней. Что я должен здесь увидеть? Цветок не работает. Пацаны, подскажите. Маска. Я, кстати, совсем забыл про неё. Можно подсказочку? Нельзя. Нельзя. Да не хочу я здесь чихать и танцевать. Мне нужно храмы спасать. А-а-а. Ладно, я не буду включать какую-то логику. Просто бегаешь и смотришь. Что видишь, что делаешь. Что не видишь, что не делаешь. Всё, изи. Так, отпускаем. Аккуратно. Капец ассасин. Так, прыжок. Ой, пацаны, вы уже здесь? Нормально. Зачем вот этот цветок тогда нужен? Просто чтобы нас путать? Непонятно. Так, применить лент. Пусть покушают. Эти штуки тоже, кстати, не могут вроде как съесть. Ешьте, ешьте, пацаны. Так. До туда мы, скорее всего, не долетим. А вот до сюда очень даже. Окей. Наш любимый лифтик. Мы, в принципе, на подобном средстве передвижения уже путешествовали. Вот так вот. Ой, нормально. Блин, это ж кто-то строил. Странно, что здесь никто не живёт. Может, не все сбежали? На них напал враг, они в спешке покинули своё убежище. Кто знает? Ну, на самом-то деле, мы залезли, я так понимаю, уже прям на самую верхушку. Так, отпустить. Ага. Ты-то кто такой? А, ты бесполезный. Полезный. Извини. Не хотел тебя обидеть, друган. Да, они что-то фиолетовые. Раньше-то вроде маски у них тут по-другому светились, нет? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, до свидания. Ой, ещё сова. Так. И тебя тут... Нет, не попал. И тебя туда же. Да. Я тебе честно говорю, с джойстика шмалять очень сложно. Как ты сейчас мне не попала? Можешь мне объяснить? Просто впритык. Ой, нормально. Ноу-скоу практически. Так. Если в сердце попадать, то вообще с одного удара выносим. Нормально. Они будут... Аккуратно. Они будут спавниться до бесконечности? Пока мы не уничтожим кого-то. Или всё-таки ограниченное число этих тварей? Так, ну чё, мы глаз, может, ему шмальнём, нет? Ой! А! Здорово. До свидания. Всё, нормально. Открывается, хорошо. Теперь мы с тобой зовём туда тленышей наших. Так. И с помощью чёткого выстрела уничтожаем заражение на первом дереве. Ну и это, по сути, есть такой воздушный храм. Чувак уже там флексит, пипец. Мы тут час добирались, а ты просто взял и телепортнулся. Везёт. Так. Соответственно. Наверное, нужно всё-таки к нему идти. Ну, привет. Расскажи нам какую-нибудь историю интересную. Говорят, что храмы олицетворяют хранителей леса. С такой высоты легко вообразить, что они присматривают за этими землями. Да. А мы, типа, всё его, как бы, защитили? Да, защитили, отлично. Всё, остался последний храм. И сможем идти к главному дереву. А главный храм у нас где? Здесь? Или нет? Сюда мы, скорее всего, могли телепортнуться для того, чтобы этих чуваков уничтожить. Или он где-то здесь? Может, вообще под нами? Аккуратно. Окей, здесь мы пройти не можем. Здесь мы пройти не можем, поэтому давай попробуем, может быть, вернуться. И подумаем, где этот последний храм. Ну, последний храм, очевидно, внизу. Мы прямо сейчас с тобой на него и смотрим. Просто... Так, главное не свалить. Просто как активировать все эти штуки? У меня прям вопрос. Раз. Два. Не попал. Два. Блин, может их в определенном порядке нужно... Офигеть. Нет, всё-таки дострелил. Ещё один. Но их, я помню, видели мы с тобой четыре. Чё-то непонятно. Лифт поехал обратно. Здорово. Ну, если мы с тобой спрыгнем, в принципе, я думаю, мы возродимся где-то здесь же. Давай в воду аккуратненько. Плюх. Плюх, но не в воду. Да ладно, серьёзно, нужно всем теперь... Точнее, нужно теперь вручную спускаться. Но это не умочил, что в ТП шнула нас. Ну, блин, это хрень. Ладно, допустим. Прыгаем. Бегаем, прыгаем. Идём к нашему лифту. Молодец. Да почему я так спокойненько так по дереву бы проскользил и всё. Можно как-нибудь быстро спуститься? Нельзя. Это плохо. Это плохо. Мы с тобой уже здесь... Ой, нифига себе. Вот это всё жёстко было. Вот примерно так я хотелось сделать. Профессионал. Соответственно, вот так вот. Опачки. Поехали. Поехали вниз. Нафига? Опять же, вопрос хороший, потому что я до сих пор не понимаю... Может, отсюда нужно стрелять? Тут, может, какой-нибудь лучший вид, обзорчик. Чё с этой совой делать? Который прилетает, когда мы с тобой четыре штуки активируем. Я не знаю, как до этого можно додуматься. Но... Первая свечка, вторая свечка, третья свечка и четвёртая. Точнее, не порядковый номер, а их количество. Соответственно, раз. Два. Далее у нас идёт вот это вот. И завершающая четвёртая. Как можно было в, казалось бы, абсолютно нелогических каких-то загадках увидеть реально рациональное решение? Я вообще не понимаю. Я уже куда только не лазил. Пытался и на дерево вскарабкаться ещё одно. А нужно было просто по свечам ориентироваться. Охренеть. Детишки часто рыбачили в этих ручьях вместе с Таро. Тише леса, мне кажется, что я снова слышу их голоса. Они все чувствовали себя в безопасности в этих лесах. Ты хорошо их обучил, Руссу. Здорово. Теперь мы можем идти к финальному дереву, я надеюсь? Наверное, да. Так, я уже дорогу забыл. Так, получается, вот сюда. И там где-то мы с тобой повернём либо направо, либо налево. Офигеть. Я уже гайды начал смотреть. Какой-то чувак залез на дерево, нашёл слезу. С помощью этой слезы активировал вот это вот непонятное облачко, которое может всех разрушать. Опа. Здравствуйте. Пополнение в наш отряд. Здорово. Вот, короче, какие-то там танцы с бубном тоже поделал, что-то сделал. И в итоге активировал какие-то дополнительные ништяки. И то есть я такой, знаешь, внимательно всё это смотрю, думаю, вот, сейчас наконец-таки он куда-то пройдёт. Делаю всё, что он хочет, чтобы максимально... Точнее, что он делает, я повторяю, но максимально без спойлеров. То есть он, например, начинает там подниматься на лифте. Я такой, всё, стоп. Пошёл подниматься на лифте. А это, оказывается, какие-то дополнительные приколюхи, которые на сюжет вообще никак не влияют. И вот, наконец-таки здесь... А, ещё и Капитан Росток. Нифига себе под конец серии у нас с тобой замес. Бля, нормально. Капитан Росток! Ой-ё. Фига, ты жёсткий тип. Так, а мы можем на него фигануть наших друганов? Походу, нет. А почему? Тихо, 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 тихо. Не, ну, в принципе, вот эти его прыжки, они, конечно, стрёмные. Так, я хочу пацанов натравить на тебя. Ага. Нет! Вооот. Вот сейчас я какое-то снова красивое движение сделал. И смотри, сносит оно тоже довольно-таки бодро. Тихо. что это что это сейчас было тихо убегаем убегаем тихо 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 а почему пацанок мы не можем него направить реально что за несправедливость так и последний до свидания не способами драться мне намного больше нравится чем искать какие-то деревья это прям жесть так и это было значит его такое логово применяем тлен активируем цветочек и полностью эту зону освобождаем от плохого противного вредного вируса окей а это как раз таки типа 2 и его два братика в виде камней ну да так забавно митис текстуры прорисовываются вау и пищенька мы оставляем подношение у дерево-хранителя и просим его защитить наших близких 2 оставил это для детей я уверен что он сильно перепугался когда их потерял первые вожди деревни оставили здесь много подношений умелые охотники использовали энергию духов для создания могущественного оружия и вон кстати их пуски лежат я уверен что дерево-хранитель не обидится если мы возьмем их чтобы помочь тару ахо серьезно часы хорошее возьмем обнаружено реликвия подношение еды сожалению таро вычтите скверну фонарной пещере окей собственно я предлагаю тогда на этом моменте и кстати у нас второй уровень по этим тленышем теперь тлен может выполнять больше действий крутяк будем с тобой это проверять уже в следующей серии но если вам понравилось это видео обязательно поставьте ему большой палец вверх также забывать подписываться на канал жмать на колокольчиков все уведомлений что быть курсе выхода новых видосов и также подписывайтесь на все ссылочки из описания но с вами была честная всем и хорошего настроения всем и даче и всем пока-пока никто тебе стоит этой был немного euros как